У День памяти и смутку по охвярах Чарнобыльской трагедии Гомельское отделение Белорусского фонду Миру наведало Ельске и Нараулянске районы. Там активисты организации приняли удел у жалобных митингах. Наш корреспондент Наталья Игнатенко долучилася до памятного марафона и доведалася, как зараз живут на потерпелых у вынику аварий на ЧАЭС-территориях. День 26-го Красовика на зауседы описаны черными литрами у летопис Ельского района. Техногенная катастрофа изменила лёсы тысяч людей. У зоне радиоцинного контролю по гэтый день знаходятся 66 населенных пунктов района. За Чарнобыльской аварой насельництво поступово скоротилось на 12 тысяч человек. Дарыч и стольки зараз живеу сучасным Ельску. На митингу памяти и смутку для помнеках вяром 20-го стаходзе не утойвают слёз. Мясцовые же хары, які застались на односно-чистых территориях, были вымушены навучиться жить по-новому. За последние годы в районе очень много сделано. В прошлом году мы завершили газификацию большого нашего городка Скородна. В этом году планируется газификация населенного пункта Валауск. Большие вложения уйдут в части закупки медицинского оборудования для центральной нашей районной больницы. Наступная кропка – регион Белорусского полесья, меже якого значно звузилися пасля авары на атомной электростанции у Чарнобыли. Отсюль до места выбуху – 18 километров. Наравлянский район один з наибольшь потерпелых, а давары на Чарнобыльской атомной электростанции. Одразу после трагедии 36 населенных пунктов спынили своё исновання. За 31 постчарнобыльский год мясовые же хары, які застались тут, не як прозвычайлися жить. Вось тут, на правом березе Припяти, стоит и развивается Наравля, а там, на левом, життя нема. Там зона отшужения. Свечки памяти 26-го красавика запалили и тут, для помника выселенным вёском у Наруули. Чарнобыльские дни откликаются болем у сердцах мясцовых жихаров. Не загоиваются душевные раны и у Михаила Бондара. В 86-м ён напынулся сирот тих, кому думать про власное здоровье. Не было часу. Разом с боевыми товарищами ён працаваў у непосредной близкости адреактора. Многих наших ребят, сослуживцев, что здесь, что на Украине, везде, уже многих нету. Может, как говорят народе, Бог здоровья дал. Может, чтоб вырос я в деревне Гридни, рядом здесь, попал на родину. Ну, ещё тупо, ещё на пенсии, ещё работаю. Когда человека замечают, не забывают, это самое главное. Процставники Беларусского фонду «Миру» разом с звучнями и кадэтами, активистами БРСМ, мясовыми жихарами не шкадуюць слову. Сумныя уроки тых падзей засвояны. Авары изменила звыклый уклад життя местечаў, але не позбавила прагида життя. Нараулянский район – незабытый край, як кому с тему жа сдавацца. Тут люди живуть, гадуюць дятей, мараць і робец ўсё, каб любые сердцу мястины расквіталі кожной вясной. Задача выживаць уже не стоит, далеко не стоит. Только одна задача – развиваться, развивать регион. Мы сегодня видим то, что видим. Мы сегодня видим, что развивается экономика. Мы сегодня видим объекты социальной сферы на более высоком уровне. Это, конечно, и благодаря поддержке государству, и благодаря всем тем людям, которые проживают на этой территории. Наталья Игнатенко, Михаил Рабко, Ельский и Нараулянский районы.